КОЛЬЦЕЙ КАМЫНИН То, что его основу составлял газовый баллон, и так очевидно. Дело в том, что видеозапись взрыва была выложена на одном из анархистских сайтов. А вместе с ней и подробное описание, как анархисты это устройство изготавливали. Но давайте посмотрим сначала снятое ими видео. Все это произошло на рассвете, никто в результате не пострадал. Эксперты сейчас уже изучают эту видеозапись. Выложена она на одном из анархистских сайтов в так называемом «Черном блоге» с подзаголовком «Новости анархической гириллии». Можем его посмотреть, этот блог. Я процитирую несколько фрагментов из заявления в этом блоге. Почему ДПС, спросите вы? Ведь, казалось бы, они не пытают и не избивают задержанных, не вламываются в жилища и не обвиняют невиновных. Так ли это на самом деле? Кто, как не сотрудники ДПС, избили водителя, отвозившего в больницу беременную женщину? Ну и в таком же духе. Объясняя, почему газовая бомба была подложена именно к строению поста ДПС на 22-м километре МКАТ, анархисты пишут, что место и время были выбраны так, чтобы рядом не было живых домов и не могли пострадать случайные прохожие. Более того, самоустройство было расположено так, чтобы не пострадали проезжающие мимо водители. Между тем, противоречивое заявление пришло только что из управления информацией ГУВД по Москве. Цитирую по РИА новостям. Слова представителя. Никакого взрыва не было. Там горел костер. Сотрудники ДПС вызвали на место происшествия пожарных, которые ликвидировали возгорание. Добавить просто нечего. Ну только что, пока ты все это рассказывал, пришло еще одно заявление уже от МВД России. Самодельное взрывное устройство сработало на Гемаскове и на МКАТ во вторник утром. Об этом сообщили при службе Главного управления МВД России по столице. Видимо, все-таки решив признать факт происшествия. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо, Леша, мой коллега Алексей Камунин.